Всем привет! И сегодня я хочу показать очередные такие небольшие покупки. Сейчас снимаю это видео, так как есть время, есть возможность и по-быстренькому сейчас вам расскажу все. И давайте начнем, наверное, с вот такого вот продукта. Это гель для бровей Artvisage. Очень его люблю. Сейчас он, конечно, подорожал, но все равно вот приобрела, так как хватает мне его на долгое время. Еще приобрела вот такой вот бальзам для губ от Nivea. Это даже не бальзам, а масло для губ. У меня был с карамелью, по-моему. А это макадамский орех и ваниль. Очень люблю это масло. Оно у меня практически полное, так как я его оставила, в принципе, на зиму. Зимой очень люблю им пользоваться. Да, и вообще в любое время года люблю им пользоваться. Вот у меня был запах с карамелью. И он просто вот, когда обволакивал меня зимой, это вот что-то с чем-то. Этот запах именно у меня ассоциировался с зимой почему-то. Наверное, потому что я пользовалась им и прошлую зиму, и эту. И вот этот запах ванили, конечно, это, в принципе, запах на любое время года. Но сама консистенция мне подходит именно больше на зиму. Потому что в любые другие времена года, особенно в теплые какие-то месяца, он растекается у меня очень сильно и очень сильно жирный. И еще приехав в Россию, я очень хотела попробовать косметику Essence. У них, конечно, на стендах очень много всего. И разбегаются глаза, и румяна хочется попробовать, и хайлайтеры. Но, честно вам скажу, я ничего этого не приобретала, так как у меня, в принципе, есть много своих вещей, продуктов для лица. Два хайлайтера, которые нескончаемые, мне кажется. Румян куча, поэтому я не хочу покупать еще кучу всего, чем я не буду пользоваться, либо ими буду пользоваться. Заброшу все свои остальные, и у них выйдет срок годности. В общем, я не хочу так делать, поэтому я приобрела только два продукта у Essence. Это помаду ихнюю, у них очень большая цветовая палитра. Это, как заявлено, стойкая губная помада у Essence, именно стойкая серия. У меня оттенок, этот оттенок называется Wear Berries, если я правильно произношу, 0,9. И выглядит она вот таким вот образом. Я думала, она, конечно, будет потемнее на губах, но она не такая темная. Наносится она, в принципе, хорошо, очень мягкая, увлажняет губы. И это такой сиреневый, что ли, оттенок. Он очень такой красивый. Не знаю, модный он, не модный, конечно, но мне нравится. Я пользовалась ею в зимний период. Она на губах не такая темная, как может вам казаться именно на руке. Как можно заметить, я пользовалась ей не так часто. И расходуется она, конечно, экономично. Запах у нее, кстати, обычной помады. Не вонючий, конечно, а такой вот мне напоминает запах пластилина даже. И еще, что я приобрела из Essence. Очень хотела и давно хотела попробовать. Это у нас компактная пудра, в принципе, называется Мозаика, по-моему. У многих девочек-блогеров я ее видела. Многие девчонки использовали ее в качестве пудра-бронзер. Это у меня 01 оттенок. Название Sun Kissed Beauty. В принципе, если их смешивать все вместе, получается такой вот немного темноватый оттенок. Он не сильно рыжит. В принципе, такой вот коричневатый оттенок. Немножко с рыжинкой, конечно. Пользуюсь, в принципе, как и в качестве бронзера, так и в качестве каких-то вот более таких персиковых румян. Так как здесь есть такие более рыжие оттенки. К примеру, вот такой вот он с рыжинкой немного. Вот этот вот рыжаватый немного. Когда приобрела, изначально пользовалась каждый день. Сейчас, конечно, не так часто пользуюсь, но все равно рука тянется к этому продукту. В нашем путешествии у меня закончились все мои BB-крема, которые у меня были. Это у меня был от Эвелин и от Гориньер, в принципе. Или от Горинье, как правильно говорить, точно не знаю. В общем, они у меня закончились. Я не знала, что именно здесь можно такое приобрести. По ценовой категории очень много есть и дешевых каких-то вещей. Можно было бы тот же Горинье выбрать, BB-крем. Но на зиму он мне не подходит. И тем более он идет такой вот для жирной кожи, он матирующий. Мне на зиму матирующие средства не нужны. Я хотела бы что-то более такое увлажняющее. Но в то же время, чтобы на светлую мою кожу, которую у меня сейчас, она у меня может показаться, что с розовым подтоном. Но на самом деле, вот видите, такая вот желтизна идет. Это у моей кожи оливковый такой более подтон. И я приобрела вот такую вещь. Это CC-крем от Lumine 6 в 1. Очень наслышанно была про него. У меня в оттенке Light. Я тестировала долго в магазинах, в супермаркетах. Именно сомневалась в оттенке, подойдет ли он мне. Потому что так. Здесь, кстати, удобный очень носик. Очень удобно наносить на лицо. Я обычно делаю вот так. Выдавливаю какое-то определенное количество. Вот так вот прямо из носика на лицо. И вот когда распределяешь его, получается оно очень светлое. Но в то же время, как-то немножко, если честно вам сказать, уходит в розовинку какую-то. Мне вот именно вот с розовым подтоном продукты не очень подходят. Как вы можете заметить, перекрыла все мои венки. Какие-то неровности на коже. Очень ровная кожа сразу стала. Имеет очень приятный аромат. По-моему, клюква идет в составе. Я просто в восторге от этого CC-крема. И так как он у меня заканчивается, я уже приобрела новый тюбик. Еще не открывала даже его. Потому что здесь, в принципе, осталось небольшое количество. Я его, конечно же, допользую. И потом начну новый тюбик. Здесь есть SPF 20. Кстати, этот оттенок мне очень подошел на зиму. Сейчас он мне немножко становится светловат. Но если сделать коррекцию лица. Ну, не коррекцию, а затемнить, допустим, бронером каким-нибудь. То, в принципе, смотрится более-менее нормально. Потому что все рассказала. В принципе, ничего вроде бы не забыла. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. И всем пока-пока.